рад вас всех приветствовать с вами как обычно александр и сегодня я вам расскажу о коляске от компании мамас энд папас моделька называется о кару сара не знаю как правильно назвать ну как по мне о кару наверное правильное название если она неправильная его называют то исправьте меня в комментариях сегодня мы поговорим об этой модельки об этой фирме это великобритания напомню этот бренд не так давно появился в ассортименте магазина first багги первая коляска и как по мне появился он не зря я поизучал этот бренд посмотрел на их качество что они предлагают это не бюджетные не бюджетные модели не бюджетная компания но дешевле топового айфона практически в два раза скажем так ссылка на нее на первую коляску магазин будет в описании на это на эту колясочку так что пройдите посмотрите соответственно давайте изучим комплектация два в одном в двух словах технические характеристики вам назову великобритания уже он говорил производитель дает гарантию один год вес с люлькой у нас 14 800 сиденьем 14 спинка кстати в неплохом диапазоне регулируется на прогулочном блоке вам покажу 170 110 175 это очень неплохой показатель вот ширина колесной базы здесь прекраснейшая 59 сантиметров она не широченная везде вы спокойно заедете люлька кстати 70 на 30 тоже считается достаточно большой и максимальный вес ребенка который она выдерживает 22 килограмма в общем запас прочности тут достаточно большой начнем изучать мы с люльки сразу скажу меня очень удивил материал вот такой я не знаю что это за ткань но она капец какая приятная тактильно ткань здесь действительно такая знаете как бархатистая что ли на вывернутую кожу знаете напоминает не знаю вот мне лично ткань очень зашла очень приятный материал но если я не ошибаюсь в сером цвете материал немножечко другой поэтому этот момент нужно учитывать так с тканью разобрались ткань достойная что касается козырька козырек вот это максимально который вот вы видите здесь нет дополнительно ничего такого выезжающего дополнительного козырька такой классический обычный козырек который вот ну и не знаю не закрывает там до щелки ребенка поэтому если будет необходимость что-то нужно придумывать здесь задняя часть у нас откидывается здесь у нас вот такая вот сеточка для проветривания имейте в виду вот регулируется он как обычно двумя кнопочками по бокам просто наклонить не получится видите она упирается так также у нас здесь есть накидочка на ножки которая по бокам крепится здесь на кнопки и благодаря тому что это не липучка и магнит тоже очень я люблю но магнит должен быть достаточно сильным потому что бывает такой найти хиленький магнитики ставят и все равно вот срывается вот необычная конструкция здесь накидки на ножки обычно накидка на ножки она заворачивается у нас сверху люльки здесь же вот эта часть просто вкладывается внутрь крепится по бокам вот кнопочками а тут просто сверху она засовывается получается вот как вы видите тут она отдельно на замочек никак не одевается как по мне ну такая необычная система я не знаю вот насколько она эффективна будет при сильных порывах ветра коих в достаточно много но найти вот так на ощупь но ветер нужен быть прям капец какой лютый чтобы ее сорвало принципе нормальная такая прикольная система такого я нигде не видел легко снимать вот принципе зазоров таких нет ничего не ощущается я думаю что производители рассчитали этот момент но обязан вам об этом сказать что конструкция здесь необычная так убираем давайте посмотрим на нее внутри вот те самые 70 на 30 она глубокая хорошая люлечка материалы классный матрасик здесь достаточно толстенький мягенький дно у нас деревянная жесткая естественность с этим все здесь в порядке вот поэтому по большому счету люлька как люлька обычная классическая люлька без всяких там вот необычных вещей важно еще что бы на юнару на люльке была удобная ручка для транспортировки здесь она есть как кожи обито здесь чтобы поднять держим вот здесь и тут спереди есть такой вот рычажок который отжимаем и она поднимается и важный момент здесь есть специальные ножки для того что вы могли ее ставить на землю и не бояться что с ней что-то произойдет в общем как по мне очень все прикольно так убираем люлечку и давайте поставим сюда прогулочный блок и посмотрим на него прогулочный блок здесь царский большой хороший с мягко съемной подушечкой для головы и и можно если что убрать эту подушечку блок естественно реверсивные вы можете и по ходу и против хода ставить и смотрите вот те самые градусы о которых я говорил вот как по мне здесь практически 180 но производитель заявляет 175 но на самом деле вы сами видите просто прекрасно ребенок будет здесь лежать отдыхать подножка естественно регулируется по высоте важный момент что мне нравится поднимается она не нажимая кнопочки никакие просто поднимаем а чтобы уже опустить нужно на самом деле вот нажать кнопочки по бокам и она опустится так поднимается вы видите тоже просто толкаем ничего не нужно делать что касается безопасности здесь капец какие мягкие подушечки на плечевой зоне и на паховой зоне это вот мне очень нравится потому что многие на этом экономят здесь же мягенько все классно подушечка напомню здесь тоже есть для головы также что касается безопасности у нас здесь есть бампер очек чтобы мы могли ребенка посадить нужно вот кнопочку нажать и он как калиточка откидывается бампер здесь тоже в к коже причем дайте здесь вот и к кожи она очень приятная она такая как soft touch пластик знаете он такой не скользящий и хват такой уверенный на самом деле это же касается на самом деле ручки толщина ручки я все очень много внимания уделяю ручки потому что это то что вы всегда держите это как машине руль да здесь ручка вы должны найти тактильные ну вот ощущение должны вас радовать и здесь толщина хват материал используемый мне лично очень нравится ну сейчас секундочку закончим с вами с прогулочным блоком что касается козырька козырек смотрите у нас здесь на козырьке три секции вот вы видите да три секции среднюю секцию можно закрыть в средней секции у нас есть смотровое окошечко если он спит ребенок вы так можете заглянуть чего он как там собственно вот козырек как по мне достаточно большой единственное смотрите когда мы поднимем в сидячее положение козырек ниже чем сейчас не опустится сидячем положении скорее всего вам понадобится закрыть среднюю секцию потому что я как-то по-другому не понял здесь мне кажется другого варианта нет если я вдруг ошибаюсь и что-то я в люльке в капюшоне прогулочного блока не заметил вы уж будьте любезны напишите в комментарии и будем как говорится проверять эту информацию вот собственно козырек сидячем положении он вот такой вот ну вот обычный стандартный козырек получается третью секцию вы никак не можете использовать она используется когда вы можете ребенка опустить полежать также у нас еще можно здесь снизу открыть еще одну секцию но это будет уже не как секция увеличивающая козырек а просто чтобы у нас здесь можно было проветрить летом если ребенок спит например то знаете иногда это очень даже полезно чтобы ребенок меньше прел особенно если вы где-то на южных в южных регионах живете там бывает очень полезно так с прогулочным блоком разобрались как по мне классный нормальный большой человеческий очень удобно ему уже здесь не десяток детей перемирили всем нравится недовольных мы не видели так давайте теперь немножечко с вами арами поговорим здесь ручка как я вам говорил уже она очень классная регулируется она по длине по высоте точнее говоря и телескопическим образом телескопическим образом мне больше нравится потому что она отодвигается дальше и вы не пинаете и ногами если у вас высокий рост у меня 186 рост и мне это очень важно потому что пинать при прогулке храму ну никак не хочется также вот видите здесь страховочный ремешочек есть это здорово так давайте посмотрим на амортизацию на раме что у нас здесь с этим она очень с большим ходом что у нас тут давайте проверять сзади тоже естественно есть кстати что касается багажника багажник тут просто царский он очень глубокий максимальный вес ребенка так 22 сейчас посмотрим сколько багажник выдерживает так чита не вижу здесь информации такое да отдельно по багажнику я не вижу информации но из опыта судя под по креплению что я вижу такие багажники всегда выдерживают где-то 5-7 килограмм легко поэтому имейте ввиду он очень большой можно много чего напихать поэтому с этим все окей колеса кстати здесь полиуретановые они очень легкие они достаточно мягкие это не как надувные колеса нас такой амортизации здесь принципе колеса надувные были бы ну они стабы ли бы не не помешали бы но она была бы тяжелее но этого достаточно на самом деле что касается тормоза нажали заблокировали и вот ведь я нажимаю еще раз она не отскакивает нужно снизу ковырнуть чтобы тормоз отскочил я бы вот небольшую рекомендацию производителю сделал если он будет смотреть этот ролик вот грамотное решение как по мне если вот такая конструкция педали тормоза с нижней стороны делает резине резиновую накладку чтобы не портить хорошую обувь коляска не дешевая и я думаю что хозяин такой коляски позволить я хороших качеств новых которые бы он не хотел корябать поэтому имейте ввиду это было бы здесь здорово в общем вот такое вот основание так и давайте сейчас посмотрим как колясочка складывается потому что это тоже немаловажный момент нужно у нас вот так опустить потом вот здесь вот еще додавить снизу и она опустится вот есть такая ручка мы просто чуть-чуть толкаем вниз и сидушка опускается дальше чтобы сложить нам нужно на ручке здесь есть еще одна кнопочка которую мы нажимаем и соответственно вот так вот нас высвобождается ход и мы перекидываем ее вперед после чего нам нужно вот за ту самую ручку за которую мы дергали взяться и собственно вот что мы имеем как по мне очень очень грамотная конструкция и учитывая размер коляски все проходимостью в большие размеры сложном виде из-за грамотной компоновки комплектующих у нас получается компактная колясочка как по мне в любой багажник принципе она спокойно поместится вот таким образом раскладывается она у нас обратно все все по-человечески все сделано для людей и самое главное качественно собственно по большому счету что хотел рассказать я вам все рассказал мое впечатление о бренде папа сэнд мамас мне нравится ну на самом деле за эти денежки но она не может не нравится производители когда в премиум такой сегмент уже попадают они просто обязаны делать качественно и хорошо не всех конечно это делает идеально хорошо но эта колясочка сделано очень добротно материал очень крутой материал вот просто офигенный мягкий приятный материал очень хороший материал на ручке хорошая качественная прострочка сделано в общем претензий нет очень грамотная система компоновки при сложении хорошие шасси единственное вот тормоз он не идеален к сожалению увы ях он такой вот небольшой маленький такой лайфхак бы я дал будущим пользователям этой колясочки продается в макси доме в леруа мер лени такие вот на эти наборы когда мебельных отделах до такие ворсинистые прокладочки с обратной стороны они клейки и вы клеите просто на обратной сторону на обратную сторону тормоза то мягкий ворс такой получается когда вы будете отжимать педаль тормоза у вас не будет корябаться обувь это вот копейки там стоит это 100 рублей куча набор этих от клеящихся вкладышей и соответственно проблем у вас не будет ну и собственно все как по мне достойно колясочка для рассмотрения приезжайте в первую коляску этих магазинов по россии уже 11 штук я думаю в большинстве городов где вы смотрите она будет наличие и прийти посмотрите убедитесь словах которые вам сказал в обзоре ну а вам хочу пожелать хороший грамотный выбор сделать коляска для вашего ребеночка и удачи вам до свидания